Известно, что все войны фактически и развязываются ради доступа к энергоресурсам или хотя бы для выгодного раздела энергорынка. Отказ Украины в транзите газа из России нарушил энергобезопасность Венгрии. И Будапешт ищет новые маршруты снабжения газом, в первую очередь рассматривая турецкий поток и его ответвление, по которым российское топливо экспортируется в Европу. Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты как повод для войны. Решительное заявление Виктора Орбана прозвучало не случайно. Диверсии на северных потоках Венгрия сразу же квалифицировала как террористический акт. Теперь не сомневаются, мишенью американцев может стать южный газовый коридор Европы. Мы, Венгры, незамедлительно дали понять, что есть другой трубопровод. Не северный поток, а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору. Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Вместе с премьер-министром Сербии мы очень ясно дали понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем. То, что сделали с Германией, не пройдет в нашем регионе. Это интервью Орбан дает известному американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону. Терроризм для США явно стал и аргументом, и инструментом внешнего воздействия в продвижении агрессивных интересов Вашингтона. Но плоды пожинать рано или поздно придется, уверен журналист. Мир сейчас полностью перезагружается, послевоенный мировой порядок рушится, НАТО, очевидно, распадется. Нельзя движущей силе НАТО, то есть США, устраивать диверсию на главном источнике дешевой энергии Германии, Северном потоке. Но администрация Байдена взорвала Северный поток. А немцы настолько не уважают сами себя, что ничего не говорят об этом. Они словно опускают голову, мол, нет, мы не хотим об этом разговаривать. Ладно, но я хочу поговорить об этом, потому что это важно. Во-первых, это был самый крупный акт промышленной диверсии в истории. Во-вторых, это самый большой в истории антропогенный выброс СО2. Если Вы сторонник культа глобального потепления, для Вас это подобно пришествию самого дьявола. И это сделала администрация Байдена. И в-третьих, что самое главное, это было нападение на Германию, на самую могущественную страну в Европе. Западная Европа – последний значимый союзник Америки, и мы напали на нашего самого важного союзника. НАТО не будет долго терпеть. К слову, Германия охотно взяла на себя роль проводника давления, которое Брюссель оказывает на страны, пытающиеся сохранить экономический суверенитет и не втягиваться в антироссийскую политику. Речь именно о Венгрии и Сербии. Здесь Америку Карлсон не открыл. Еще на июльской встрече, в беседе с зарубежными журналистами, наш президент четко указал на корень проблемы. Нет Европейского союза, нет Европы. Она полностью под ногами Соединенных Штатов Америки. И все, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами. Даже, что удивляет порой, в ущерб себе. То есть в угоду кому-то. И сегодня некогда четвертая экономика мира, Германия, продолжает пожинать плоды своей марионеточной политмиссии. Немецкие власти призвали население уже с сентября начинать экономить энергию. Хотя и потрудились наполнить свои газохранилища, но с грядущим отопительным сезоном вряд ли справятся. Ведь цены на газ для Европы все еще выше, чем были до февраля. Елизавета Казакова, Никита Мохоткин, Артем Селянин в главном эфире.